18 ноября. День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, где он живет, ударяют морозы и начинается настоящая зима. Во Владимире в день рождения главного зимнего волшебника пройдет ряд культурных мероприятий. Каких, где и когда. Эти вопросы зададим заместителю начальника городского управления культуры и туризма Наталье Литвиновой. Сегодня она гостью 6 канала. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, наверное, первый вопрос, самый сложный. Все-таки сколько лет исполняются Дедушки Мороза? Это действительно очень сложный вопрос, потому что Дедушку Мороза знали наши предки. Мне кажется, что ему больше тысячи лет, но он скрывает свой возраст, потому что он вечно молодой Дедушка. Где, когда и в каком виде можно поздравить Деда Мороза с его праздником? Я хочу сказать, что во Владимире уже традиционно, правда, небольшая традиция, всего три года проходит мероприятие День рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. Мы начали это недавно. Нам очень понравилось, жителям очень понравился этот праздник. Он очень позитивный, добрый, необычный совершенно, потому что позволяет взглянуть на Дедушку Мороза, у которого всегда все просят подарки, немного по-другому, подарить подарок Деду Морозу, поздравить его с его Новым Годом. Целый день с 11 до 16.00, весь световой день, для родителей и детей, для всех жителей города и для наших гостей будет большая полноценная программа на этой улице. В какой форме будут приниматься поздравления для Деда Мороза? От кого и куда все это будет складироваться? Значит, смотрите, расскажу, как вообще все будет проходить. Во-первых, в этот день не только можно будет поздравить Деда Мороза, о котором чуть позже и более подробно расскажу, но можно будет вообще познакомиться с анонсом всех новогодних мероприятий в городе Владимире. Все новогодние сказки, все новогодние представления, и в том числе рождественская ярмарка с ее культурными мероприятиями, будет представлена на улице Георгиевской, на основной площадке, в форме концертных выступлений, видеозарисовок. Все это будет очень динамично и интересно, интерактивно. Самое главное будет такая ледяная пещера, будет такая ледяная белая палатка, в которой будут находиться помощники Деда Мороза, готовые помочь написать или сделать поздравления Дедушке Морозу. Все это будет складываться в большой мешок, волшебный ящик. Этот мешок сказочным образом, не буду рассказывать, каким в конце мероприятия переместиться к Дедушке Морозу. Сам Дед Мороз будет? Нет, конечно, нет. Он в этот день, у него насыщенный день, принимать поздравления у себя в своем великолепном дворце. Вы сказали, что письма, поделки и другие сувениры, которые будут нести жители города, будут складываться в волшебный мешок. Насколько я помню, по-моему, в прошлом году еще была жива у нас такая вот классная избушка, такой вот теремок, но, к сожалению, был совершен акт вандализма, не удалось восстановить. Все восстановили, но мы в этом году как раз на эфирах говорим об этом, пишем в наших СМИ, пытаемся объяснить жителям, что все эти избушки, все эти почты Деда Мороза обязательно будут, но будут на ярмарке. Самое главное, что эти все поделки и все эти поздравления обязательно будут учтены. Дедушка Мороз их просмотрит и по традиции на открытии нашей рождественской ярмарки лично поздравит победителей хорошими призами, замечательными, каждый год интересные призы, и с ними можно будет лично пообщаться тем, кто выиграет. Если вы хотите отличиться, хотите сделать что-то необычное, то лучше сделать это заранее дома, а потом принести и отдать сюда. Ну, на что? Конечно, будет обращать внимание в большей степени на то, с какой любовью это сделано, на какой-то креатив. Очень рад Дедушка Мороз всегда детским письмам, детским подаркам, которые не родители сделали, а вот которые дети старались сами. По призам подарка можно что-то сказать? Прямо там, в течение всего дня, можно получить ценнейшие подарки. Это билеты на новогодние представления. На новогодние представления в каждой ДК. То есть все наши учреждения культуры, начиная с 11 часов до 16.00, будут участвовать в этом мероприятии, все до единого. И каждый будет разыгрывать свои призы, то есть свои билеты на елки. Помимо этого, призы, которые дарит Дедушка Мороз на рождественской ярмарке тем, кто участвует в этом конкурсе. В прошлом году это были билеты на елку. И не просто билеты мы собрали этих ребят, отвезли на елку к Дедушке Морозу Устюкскому и привезли обратно. Помимо этого, конечно, сладкие подарки для самых маленьких, какая-то там часть бытовая техника для подростков. В общем, все это и есть. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Мне остается напомнить, что день рождения Деда Мороза будут праздновать в воскресенье 18 ноября на улице Георгиевская.